Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, со мной рядом Кристина Бергинских, один из лучших политических журналистов Украины, моя коллега по НВ. И сегодня я решил сделать такой специальный выпуск, я надеюсь, что он станет регулярным каждую среду, я надеюсь, мы будем обсуждать украинские события, потому что я сам не слишком хорошо разбираюсь в украинской политике, Кристина это делает в миллион раз лучше, чем я. И я надеюсь, он сможет стать таким проводником для нас всех в мир за кулиси украинской политики, а также всего того, что происходит в Украине, потому что, как вы знаете, наверное, я сам не особо специалист и не очень люблю вообще комментировать эту тему, особенно с моим гражданством, это как бы не самая лучшая идея. Кристина разбирается, прошу любить и жаловать, Кристина, скажи хоть привет тому или что-нибудь. Привет, я хотела сказать только, что по четвергам мы вроде бы уже договаривались, а не по средам. А сегодня четверг? Четверг. А, ну да, то есть по четвергам, да, 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 вот. Я просто думаю, почему-то, что сегодня среда. Ну, давай начнем сразу. Главное событие, конечно, сейчас не в внутренней политике, так или иначе, связано с войной, с тем, что происходит на Донбассе. Вот, главным образом, сегодня пришли новости о возобновлении обстрелов на Донбассе, там из Оргло прилетают какие-то снаряды в школы, в детские сады. Как ты думаешь, о чем это все? Я думаю о том, что эта Россия хочет спровоцировать Украину на какие-то ответные действия. И прошу заметить, что они обстреливают не военные объекты, не позиции, где стоят украинские военные, а гражданские объекты, да. То есть прилетела в школу, прилетела в детсад. И что началось утром, то есть появилась информация, вот, это украинцы там обстреливают. Вообще российская пропаганда не очень разобралась, где находится Станица Луганская, да, что это вообще-то подконтрольно Украине территория. И поэтому пошли эти фейковые новости, а потом уже, ну, все ее локации все подтвердили, это Станица Луганская. Луганская область подконтрольная, это пункт, который подконтролен Украине. Но потом еще прилетела в Маринку, там пострадала местная жительница на автобусной обстановке. И еще попала во двор школы в Рубевке, это Луганская область. И, ну, вот, это такая нетипичная ситуация, люди, сегодня, кстати, наши коллеги с радио связывались с директрисой школы в Рубевке, и она говорит, что это нетипичная ситуация, такого не было прям очень-очень давно. Ну, и то, что уже россияне комментируют там, да, Песково и тому подобное, что вот, что-то началось там на Донбассе, и мы дальше будем смотреть на то, как события развиваются дальше, и вот принимать решение, что началось, ну, как бы вы начали. Ну, поэтому все же я думаю, если мы говорим о, в целом, об этих всех событиях, то Россия ищет повод, чтобы начать эскалацию. Ну, как думаешь, она нашла повод или еще нет? Ну, нет, потому что сейчас все очевидно. То есть нужно создать спорную ситуацию для международного сообщества, чтобы было непонятно, что кто стреляет. Это стреляют сепаратисты, это стреляют, ну, то есть, я имею в виду, русские эти прокси, либо это стреляют там украинцы, либо это стреляют русские, ну, чтобы весь мир запутался и не понял, что произошло. Вот этого недостаточно, потому что это очевидно. Ну, то есть, это очевидно, что это, откуда это. Вот эта история с обнаружением массовых захоронений, что-то такого там, ты слышали? Ну, вот, да, это вот как раз история. Я поясню, для тех, кто не знает, что там сепаратисты объявили, что где-то там на Донбассе найдены массовые захоронения мирных жителей, и что считается, что это сделали украинские войска, там кого-то расстреляли. И эти сообщения, кстати, появились сразу после того, как Владимир Путин объявил, что мы считаем происходящее на Донбассе геноцидом. Да, они сейчас будут под эту версию про геноцид все прописывать, придумывать эту всю легенду, которая может объяснить их же гражданам, что происходит в Украине. Потому что толкового объяснения не придумано до сих пор. И то, что, ну, то есть, знаешь, мне вот очень понравилось, я возмутилась этому. Были заявления несколько дней назад российских чиновников, там, да, министра обороны. Мы отводим войска от Донбасса. И весь твиттер взорвался. Это сообщение. Вот первые признаки деэскалации. А вы не думаете, российская власть может врать? Какая новость, да? Ну, то есть, совершенно как-то люди... То есть ты не веришь в деэскалацию? Нет, я не верю в деэскалацию, которая не подтверждается фактами. Ну, то есть, да, есть очень много расследователей, которые там публикуют спутниковые снимки. Все, ничего не говорит о том, что происходит деэскалация или что войска действительно отводят. Поэтому, ну, то есть, в это я поверить не могу. Но я просто в том, что... И мне кажется тоже, что россияне тоже ищут повод это все как-то оправдать для самих себя. И вот, ну вот, нам сказали, началась там деэскалация, там, отвод войск. Вот мы и возьмем, и поверим. А происходит ровным счетом наоборот. То есть, ты считаешь, что сейчас со стороны Кремля идет нагнетание напряженности для развязывания войны? Да, да. Я думаю, что, к сожалению, все идет к эскалации. Но я до сих пор не верю в масштабную там эскалацию, да. Но мы не знаем, что будет. Но то, что происходит на Донбассе и началось сегодня, я думаю, что это тревожные сигналы. И ситуация может развиваться не в хорошем ключе, в том плане, что может на Донбассе, по крайней мере, начаться эскалация. По крайней мере, вот признаки сегодняшние свидетельствуют об этом. Ты думаешь, что, ну, как бы, типа, в Кремле есть желание начать войну возобновить или попугать? То есть, вот как твои ощущения? Смотри, я думаю, что Кремль действует от развития ситуации. То есть, смотри, нам мы там, что произошло там на прошлой неделе, вот неделю это продолжается, да. Все ждали, что вторжение будет 16-го числа. Ну, то есть, так сообщали британские таблоиды и не только таблоиды, там, западные СМИ тоже. Я на секунду в это не верила. Да, 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 да. Но реакция тоже, реакция украинцев. Я могу рассказать, как люди на это реагировали. Давай. Ну, то есть, некоторые люди вообще до сих пор в это все не верят и пытаются не впускать мысли о войне в своей жизни. Ну, то есть, они просто живут обычной жизнью, там, ходят по ресторанам. Это статья-то словно? Да, 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 писала. Для журнала? Да, да, для журнала. Некоторые люди действительно обеспокоились и начали предпринимать какие-то превентивные меры. Что такое превентивные меры? Ну, там, частный дом посмотреть, если генератор, да, там, закупить каких-то продуктов на две недели. Или, ну, вот какие-то, обсудить с семьей план, например, по поводу того, если не будет электроэнергии, не будет мобильной связи. И такое, я знаю кучу семей, которые проговорили и с детьми, и там, с женами. Вот, мы там встречаемся в таком-то месте, если, ну, все там не будет, и как мы ведем в той или иной ситуации. И поэтому, то есть, некоторые там разработали план, есть люди, которые действительно задумались о том, особенно если это маленькие там, типа, дети, что может лучше там временно выехать во Львов, там, пару недель переждать. Я знаю тоже сотрудников IT-компаний, которые могут работать дистанционно, и они подумали, и компании разрешают работать дистанционно, что может некоторое время поработать там с Польшей, с Португалией. Ну, временно. И компании это, как бы, позволяет. То есть, для людей... Много людей детей выводят. Я, у меня нет этой информации, нет... Ты знаешь, что у тебя одна? Нет, конечно, знаю, которые едут и во Львов, и за границу, знаю, едут. Да, да. Но это все, несмотря на то, что каждый человек реагирует на эту ситуацию по-разному, предпринимает свои действия, это не привело к панике. Мы не видим, что там разбегаются откуда-то, там, знаешь, люди бегут этому. И мне кажется, если мы говорим про сценарий, что Россия предпринимает психологическое давление, то есть про сценарий гибридной войны без применения силы, то украинцы уже адаптировались к такому сценарию, потому что люди уже могут представить вообще все, что угодно и ждут, как бы, чего угодно. То есть, вызвать панику без каких-то там прямых военных действий уже не получится. Вот здесь сейчас начинается прямые военные действия. Так вот, да. Поэтому, мне кажется, ну, то есть, оптимистичный для Украины сценарий, что нигде ничего не стреляют, а просто вот идется какая-то геополитическая игра, да, мне кажется, он уже не очень приемлем. То есть, я все же думаю, что... Для кого приемлем? Ну, для Путина, потому что, видишь, люди не паникуют. Знаешь, паники в Украине нет. Банковская система работает. Если мы посмотрим на курс гривны, он держится. Ну, не произошло обвала валюты, нет коллапса банковской системы. Ну, все работает, люди живут своей жизнью. И тут тоже факторы. Восемь лет война привыкли, ну и другое, ну, то есть, некоторые не верят, некоторые готовятся. И готовятся спокойно. А ты? Я буду работать, я журналист, у меня выход, только я точно не уеду из страны ни при какой ситуации, я просто буду работать. Ну, я, конечно, буду обеспечивать собственную безопасность, если дома. Ты еды себе закупила? Консервы, да. Ну, слушай, мне нужно будет работать в любых условиях. Условия. Условия, мобильные связи, интернета, света, был только газ. Ну, то есть, и можно работать в этих условиях, как бы, тоже. Поэтому, ну, нужно быть готовым к любым сценариям, спокойно. Ну, я бежать никуда точно не буду. Да, понятно. А я думаю, надо убегать. Я пока не решил, но не знаю. Ну, может быть, и убегу. Ну, как, далеко я сама не убегу. Да, ну, да, понятно. Так, ладно. Смотри, еще какая тема. Я знаю, Кретин у нас тут общается с гигантским количеством иностранных корреспондентов, которые многие живут в Киеве, работают. Некоторые понаехали сейчас в Киев для работы. Что они говорят? Какие у них настроения? Ну, я не буду пересказывать, что они говорят. Я могу сказать, что украинцы думают об этом все. Хаша, ты скажи, какие настроения без имен? Ну, из того, что я общалась, то люди не верят в большую эскалацию. То есть люди думают, что западные корреспонденты, что все-таки это будет какой-то дипломатический путь. Да, вот. То есть вот иностранцы, с одной стороны, интересно, пишут у себя в газетах, что 16-го числа война, а сами не верят. Не верят, понимаешь? Ну, да. У меня, знаешь, такое чувство, что они многие приехали сюда, ожидая, что вот сейчас начнется, будет о чем писать, будут все эти прикольные репортажи и так далее. Ну, нет, я бы не сказала, честно. Те люди, с которыми общалась, они не хотят, чтобы здесь были разрушения. Им нравится Украина, нравится Киев, здесь все круто. И не хочется, чтобы это все было разбомблено. Поэтому я буду защищать западные корреспонденты. Они сюда приезжают тут тоже как бы не туристами сейчас, да? Ну, конечно. А все-таки на работу. Я знал телеканал CNN, уже как минимум 4 съемочные группы сейчас работают в Украине. У них такое впечатление, что в Украине сейчас больше людей, чем в Америке. Ну, по американским городам у них меньше корреспондентов, чем в Украине. То есть и ты во Львове, в Мариуполе, в Харьке, в Днепре, в Запорожье и, ну, естественно, в Киеве. Да, я могу рассказать, как украинцы реагируют на то, что пишут западные СМИ и вообще как бы на западные СМИ. И это длинная история, потому что я напомню, там еще год-два назад, ну, например, когда у нас происходит какой-то обстрел, нарушение там Минских соглашений со стороны оккупантов, то у нас всегда украинцы все, мир забыл про Украину, у нас 8 лет война, мир забыл про Украину, про нас никто не пишет, все занимаются своими делами, короче, все, все плюнули, какие все гады. Сейчас все вообще, все самые влиятельные СМИ в Украине, как ты сам говоришь, это прям большой десант от одной редакции, может быть, по 4-5 там журналистов сидят, все. Украина на первых полосах всех ведущих СМИ и украинцы. А что такого? У нас 8 лет война, зачем вы нагнетаете панику? И так, не так, и так, не так. И не пишут плохо, и пишут плохо. Да, и не пишут плохо, и пишут плохо. Я просто думаю, что сейчас уже, ну, я сама могу сказать, что вот, знаешь, выходишь на работу, весь день работаешь, ты такой спокойный, приходишь, открываешь Твиттер, и когда Америка просыпается, и начинаются все самые главные новости, и ты уже как бы сильно нервничаешь, потому что информация такая постоянно поступает тревожная. И я просто думаю, что люди сейчас приходят к тому моменту, когда информационный вау настолько сильный со всех сторон, что они просто от него ограждаются, чтобы свою, знаешь, нервную систему защитить, и уже меньше начинают реагировать на тревожную информацию, хотя, возможно, она абсолютно правдивая. Знаешь, я вот могу сказать, у меня ощущение такое, что, когда я смотрю иностранные, ну, как бы западные СМИ, что там вот-вот война начнется, там прячься каждый куда, кто только может, то же самое российские СМИ, кстати говоря. Российские СМИ даже какие-то либеральные послушают, все, короче, Путин решил, сейчас война вот-вот начнется и так далее. Смотришь, просто волосы начинают шевелиться на жопе от таких новостей. Просто вообще капец. Потом смотришь, в окно буквально смотришь. Ну да. Короче, все спокойно. Я знаю, что многих удивляло, когда они только приезжали в Украину, а почему в Киеве люди такие все спокойные, почему как бы никто не паникует, да? Ну и тут тоже нужно понимать, что информация пошла первая там с 30 октября и уже там три с половиной месяца, невозможно каждый день сходить с ума, потому что можно получить инфар еще до того, как начнутся там прямые действия. И поэтому лучше сохранить спокойствие, готовиться к разным сценариям, но тоже, да, не впадать в истерику. Если сейчас на Донбассе начнется премиальное обострение с войной, с боевыми действиями, с танками, со всей фигней, люди побегут, начнется паника? Я думаю, что начнется, ну, то есть, например, возьмем Харьков, да, огромный город, и сейчас там очень много IT-компаний, которые работают для иностранных клиентов, да, и поэтому я думаю, что, например, IT-компании начнут думать о том, чтобы, ну, и мало того, что про безопасность своих сотрудников, но и о том, чтобы выполнять заказы для клиентов, клиенты тоже волнуются, и тому, и поэтому я думаю, что может начаться релокация компаний, там, из Харькова во Львов, где во Львове тоже крупные IT-хабы, кластеры и тому подобное. Или, как я уже говорила, там, разрешать работать дистанционно, хочешь поехать в другую страну, работая оттуда. Я не понимаю. Я имею в виду, что нет, ну, то есть начнется там выезд какой-то там обеспеченной прогрессивной молодежи, да, то есть об этом. А что касается населения, знаешь, я тебе, да, я вот недавно общалась с Лешей Рябчиным, бывшим депутатом, и он сам же из Донецкой области, и он рассказывал, что на момент, как все происходило в 2014 году, что когда уже Славянск был взят, они сидели в Донецке, ну, то есть работали, он работал с западным СМИ, и вот вообще не верили, что в Донецке, что Донецк могут захватить. Ну, думали, ну, там, в Славянске там недостаточная оборона, недостаточная, как бы, то-се, а вот в Донецке тут же и богачи, и олигархи, и там и защита не произойдет. И произошло, ну, то есть у людей все равно до последнего есть отрицание войны, не верится, ну, то есть не верится в то, что будет война, и поэтому я думаю, что начнется паника исключительно там, где проходят боевые действия, да. Поэтому вот сейчас началось это там в Донецкой, там в Луганской области, да, я думаю, что вот эти села, которые находятся приграничные к этим территориям, они, конечно, наверняка, люди будут очень волноваться, особенно по безопасности детей, потому что если обстрелы таких объектов, это, конечно, ну, тревожная информация. Слушай, а вот что касается информации об олигархах, которые разлетели из Украины? Прилетели уже. Все прилетели? Да. Ну, смотри, тут тоже... Это была смешная ситуация, когда... Да. Ну вот, начался же этот информационный шум, все, олигархи улетели. И тоже тут уже у нас просто Украина пережила так много всяких кризисных ситуаций, и вот единственное, ну, не единственное, а почему я думаю, что русским нам все равно не победить, потому что чувство юмора, знаешь, сохраняется в любой ситуации, улетели олигархи, ну, как бы вот за границу. Одновременно, ну, вот просто вроде бы все по своим делам, но как-то, да. Вы не поверите, совершенно случайно. У нас была командировка, которая запланирована была три месяца назад. Да, да, да. Ну, и, конечно, это тоже не добавило спокойствия людей, раз олигархи разлетаются. Ну, а потом же начались шутки, так а можно их не пускать обратно, пусть там и остаются. Но у нас же есть, например, еще олигархи, то есть улетел там Пинчук, Ахметов, там Новинский улетели, а, например, то есть Коломойскому улететь некуда. Он, если куда-то полетит, его ФБР, где завозлет. Может, из Днепропетровска в правую руку может улететь. Ну, да, в Буковель. Ну, там Буковель, это их там, ну, вот. Например, ну, кого мы еще можем отнести там? Петр Порошенко, бывший президент. У него, по-моему, ограничения судебные не позволяют никуда не выезжать. Ну, там же есть. А у них же паспорт какой-то отобрали. Да, да, да. Медвичок под домашним арестом. Поэтому некоторые просто не могли. Но потом же Зеленский объявил, вот, все возвращайтесь в страну. И все прилетели. Ну, я просто думаю, что они тоже рационально уже оценили риски, понимая, что ничего 16-го именно числа не будет. Вчера все прилетели, все отчитались. Теперь нужно отследить на правила джетами, например, когда Олимпиада будет заканчиваться, что там тоже, знаешь, были первые прогнозы по поводу, что может что-то начаться после Олимпиады. Побегут переодетыми в женщин, там, значит, пешком через границу с Румынией. Нет, нет, нет. Я думаю, никто просто прятаться не будет, полетят на своих же правила джетах, если что-то будет тревожное. Ну, посмотрим. Конечно. Ну, тут, кстати, знаешь, вот тоже у нас, как всегда, наше там Facebook-сообщество разделяет. Вот мы всех принимаем там осуждать. Вот там, знаешь, ну, там уезжает там женщина с детьми куда-то, я не знаю, в Грузию, например, там переждать. Все, вот, там все бегут, давайте не паниковать, там, давайте это. Мне кажется, ну, каждый должен думать о своей безопасности, принятии этой ситуации, что ты в ней можешь сделать, или сделать, и хочешь ли сделать. И тут нельзя кого-то принуждать или осуждать за то, что, например, тоже, там, я, знаешь, писала когда статью, как люди готовятся к возможной эскалации, готовятся ли вообще. И написала этот пост. И прибежало мне там, знаешь, 150 комментариев, зачем вы нагнетаете ситуацию, ну, а нет ничего такого, если люди волнуются и готовятся, или не волнуются и готовятся, или не готовятся. Ну, вот, поэтому ситуация такова. Да. Прямо эмоционально заряженная ситуация. Но, знаешь, мне показалось интересным с этими олигархами, которые разбежались, то, что огромное количество людей из партии ОПЗЖ уехало. Да, вот это потрясающе момент. Это те люди, которые как бы вроде как говорят, давай, давай, Россия, приходи, и только Россия собирается приходить, они такие, так, все, пока. И побежали они не в Москву, там, знаешь, не в Санкт-Петербург, а побежали они в страны ЕС. Что же вы как бы бежите в страны ЕС? Ну, поедьте. Если вы считаете, что у нас гражданская война, а не война с Россией, ну, так вот, поедьте к своим друзьям, гости, посидите. Почему-то вы туда не поехали. Хорошо, очень понимаю, что ничего хорошего их не ждет. Да, вообще никого не ждет в случае того, что если начнется... Очень смешно с Ильей Кивой, который вот совершенно безумный депутат ОПЗЖ, который там в 2014 году охранял, кричал, как я люблю Украину, и там боролся на Донбассе. А сейчас он говорит, что у нас вообще как бы не война, там нас травили, или что такое. Включается телеканал «Звезда», «Россия-1», Путина с днем рождения поздравляют, побежал в Испанию. И теперь из Испании он записывает видеообращение. Я не хочу принимать участие в вот этом сталкивании, там, лбами, там, братьев, и все такое. Сидя в Испании. Класс, класс вообще. Такой ты храбрый молодец. Испания братская для ОПЗЖ страна, очевидно. То есть самая-самая любимая. Смотри, еще какая история. Расскажи, пожалуйста, ты вот, я знаю, просто Кристина ездила на границу, вернее, в то место, где сходятся границы России, Украины и Беларусь. Не доехала до этого места. Я была ближе к российской границе, 12 километров от российской границы, на север. На север страны ездила. То есть мне не Луганская область, это какая-то Сумская? Нет, Черниговская. Черниговская? Да, да. Люди абсолютно, вот 12 километров от границы, люди не верят войну. То есть они вот вообще, они верят, что что-то будет. Барабан, он говорил, чем ближе к границе, тем меньше люди верят войну. Да, и вообще в опасность. И я им показываю по карте, вы видели, что вообще-то в Брянской области и стоят где войска, и это от вас вообще очень близко совершенно. Но люди не верят. Там немножко другая ситуация. Там у людей, у многих родственники в России, они даже если не ездят так друг с другом, то все равно общаются между собой. Все говорим, там политику не обсуждаем, но как бы общаемся. И вот для них Путин зло, как бы кремлевская власть там типа зло, но русские нам ничего плохого не хотят сделать, не пойдут. Я говорю, ну так, а Путин их пошлет, у них выбора другого нет. Они просто, ну то есть, не воспринимают эту ситуацию. И вот, кстати, я была в селе 12 километров от России, и они спрашивают, ну а как там в Киеве, что об этом думать? Я говорю, ну Киев гораздо больше взволнован, чем вы здесь. Поэтому это тоже немножко удивляет. Правда, интересная ситуация, когда люди, которые, казалось бы, под большей угрозой, самая непосредственная опасность, то, что если что начнется с них, они вообще никак не... Да, 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 поэтому там все спокойно, но единственное, что все равно, я разговаривала с мэром Новгород-Северского, это город, мне кажется, 50 километров от российской границы, и она говорит, что там, я спрашивала, как готовится, там терр-оборона почти полностью набрана, там какие-то совещания проводятся, но люди сами в городе каких-то там особых при отоплении не будут. Ну, будем надеяться, что у них хотя бы там еда есть на случай каких-то переборей. Все работает в обычном, вообще в совершенно обычном режиме, поэтому ты даже никогда в жизни не поверишь, что что-то происходит не так. Еще вот такой вопрос, скажи, как ты думаешь сама, насколько адекватно украинская власть воспринимает ситуацию? Сейчас лучше, потому что в какой-то момент то, что сильно поражало, я думаю, то, что запутывало тоже людей. С одной стороны, паника в западных СМИ, вот-вот нападут, Киев будет бомбить, там то, как бы делают, и с другой стороны, украинская власть, которая говорит, а у нас 8 лет войны, вообще ничего необычного не происходит, в мае будем жарить шашлыки. Ну, конечно, мы в мае будем жарить шашлыки, но вообще-то ситуация не очень обычная и отличается от того, что происходит. хотя бы тому, что у нас там в Беларуси стоят уже возле границы мост, вот на этой неделе там читал про этот мост. Ситуация отличается в крайне. Давай объясним, потому что, кто-то не знает, мост построили, понтонный мост через реку Припять, неподалеку от Чернобыльской зоны, и это прямо вот строго на север от Киева, наверное, километров 120. От границы это вообще просто совсем близко. В общем, река Припять, она как бы идет параллельно границе Беларуси и Украины, и в общем, любая армия, если будет наступать с севера со стороны Беларуси, необходимо будет через эту реку перебраться. Река как бы естественно такую границу с собой являет, и вот через эту реку навели мост, и соответственно, многие воспринимают, что этот мост может быть в качестве подготовки для вторжения танковых каких-то клиник и что-то такого. Да, и вот было ощущение, что долгое время украинская власть отрицала серьезность ситуации для того, чтобы не началась паника, для того, чтобы люди не побежали в банкоматы снимать деньги, не рухнула гривна и тому подобное. Инвесторы не разбежались из страны, но потом дисбаланс уже стал настолько большой, когда люди видят, там техника едет, перемещается, все умеют пользоваться всеми средствами и уже информационное реагирование изменилось и теперь оно мне кажется более адекватным, потому что они говорят, что да, серьезно, угрозно, то есть серьезно, достаточно... Угроза серьезная. Угроза серьезная. Все. Серьезно угрозная. Серьезно угрозная. Угроза серьезная. Да, то есть мы знаем, что возможно там вообще поста направлений, ну возможно очень много разных вариантов и мы готовимся ко всем вариантам. Там стратегические объекты, стой области, стой, это более адекватные действия и комментирование, чем было в начале. А как у тебя отношение к объявлению на Зеленском Дня Единства? Ты считаешь, что это хорошая идея или это тупая идея в данном контексте обстоятельств? Потому что я, знаешь, на самом деле я с собой подумал, да ну какая-то показуха херня. А потом я думаю, блин, для многих людей это может быть как бы поддерживает дух и так далее. То есть вот ты как относишься? Я вообще, знаешь, я думала, я так и не понял, как я к этому отношусь. Я первоначально подумала совок, потому что там школам сказали, там детсадикам, там Пете, пойте петь, пойте гимна, флаги. Ну когда ты идешь по улицу и висят украинские флаги и там везде во всех городах повыходили, ну приятно это. И создает хорошее впечатление действительно и я думаю, что это важно в этот момент. Но там же произошла другая история, вот как раз про коммуникацию. Зеленский записал видеообращение к украинцам, вот когда он объявлял этот День Единения. И он сказал буквально прямая речь, там была такая, что вот нам объявляют новую дату там вторжения, нам говорят, то есть там пишут, все. И вот он потому что я думаю, что люди, которые только начинают освещать Украину, не понимают еще сарказма, иронии. Тут не то, что шутка, но это все-таки была ирония, что нам в очередной раз объявляют дату вторжения. Поэтому, но мы готовы к любым сценариям, давайте единение покажем против этой угрозы. но это вот было информационное поле, прям действительно люди запутались в переводах, действительно ли он сказал, что будет вторжение, или он намекнул, что будет вторжение, или вторжение не будет. Вот. Короче говоря, не будет вторжения, пока не 16 числа, это будет вторжение. потому что оно... Ты думаешь, будет потом вторжение? Да я не знаю, ну кто... Знаешь, мне очень понравилось, как корреспондент BBC записал стендап в Москве, и он говорит, ну, часто очень спрашивают нас, особенно корреспондента в Москве, что думает Путин, что планирует Путин, говорит, иногда честно нужно сказать своим зрителям, мы не знаем. Вот, я могу сказать честно нашим зрителям, я не знаю. А я знаю. Ты думаешь, не будет? Я думаю, сейчас не будет, но потом будет. Просто ветер, у меня реальное ощущение такое, что Путин никогда, пока он жив, не отцепится от Украины. Это точно. То есть, если сейчас не будет, значит, будет потом. Но в какой-то момент, я думаю, если никакие другие средства не помогут, он пойдет войной. Ну, просто мне кажется, он понимает, что пришел этот момент, когда Украина окончательно отрывается от России. Повлиять политическими методами уже не получается. Зашла партия ОПЗЖ, зашел его кум в парламент, да? Ну, то есть, я частично согласна с теми, и может быть, не частично, а полностью, что, в принципе, вот эти признаки эскалации начались после того, как Медведчук попал под домашний арест. Ну, потому что Путин понял, что последний его политический рычаг, ну, все, исчезает. закрыли телеканалы пророссийские, все, знаешь, политическими методами, чтобы партия там что-то получила, запудрила людям мозги, там. Я вот в прямом эфире с депутатом ОПЗЖ как-то спорила на радио, я говорю, вы понимаете, что вы уже всегда будете в оппозиции, вы можете хоть кричать десять раз, там, Путин ваш любимый, там, все, это уже не найдет больших симпатий в Украине, то есть, да, у вас есть какая-то ниша, но она будет только уменьшаться, а не увеличиваться. И я думаю, что Путин это тоже понимает, он теряет политический рычаг на Украину окончательно, и тогда он что делает? Показывает силу. Да, ты знаешь, я так понял, сейчас у империалистов этих, так сказать, в Москве, этих людей, которые говорят, что необходимо вторжение, у них какая-то идея, они хотят Украине вернуть, скажем так, этот баланс, пророссийских и таких пророссийских сил за счет того, что они хотят как бы оккупировать часть Украины, но Волынь и Галичину отдать Польше. То есть, они говорят, мы не хотим, чтобы это было, в общем, короче говоря, смысл в том, чтобы повысить как бы долю пророссийского электората, не за счет его увеличения, а за счет уменьшения доли пророссийского. Понимаешь, да? Да. И там даже есть, они карты сейчас показывают, где там Украина нарисована, то типа Юг и Юг и Восток Украины, типа это станет частью России, Запад станет частью Польши, а только там центральная часть это типа Украина. и они прям эту карту показывают уже по телеку. Ну, просто чем ситуация отличается от 2014 года, потому что тогда, например, местные власти городов, которые ограничат с Россией, Харьков или что, Одесса, да, отчасти, да, Юг Украины, они не знали, как точно поступать, они не знали, потом их все-таки они выбрали там украинскую сторону, но момент колебания, он все же был. Сейчас все видят, что произошло с Донецком, ну, если Ахметова вынули из Донецка, самого богатого человека Украины, да, то есть все патриоты в Украине, не только Украины, но своей власти и своих денег, ну, то есть не хотят здесь русских даже, я не знаю, найти какого-то чиновника, ну, не чиновника, а мэра крупного города, который вдруг перекрасится, это уже невозможно. Ну, Марк Харькова в секунду отреагировал, там близкий соратник покойного Кернеса, сразу же мгновенно отреагировал, это все Украина, мы сюда ничего не допустим, поэтому такой сценарий, когда мы там что-то, кого-то перекрашиваем, это уже настолько сложно выполнимо без каких-то масштабной вот войны, и это сложно представить, вот этими политическими методами, плюс добавляя туда военные усилия, уже сложно этого добиться. То есть, думаю, что даже если предположим все ситуации только гипотетическую, может, к сожалению, стать реальной, что, допустим, российская армия пытается захватывать вот эти регионы, там, начиная с Донецкой области, Мариуполь, да, потом Запорожская область, потом Харьковская область, Херсонская, да. Ну, Харьковская область, да. Сопротивление будет? Будет. Конечно, будет так. Нет, вот Харьков, допустим, нет, вот я имею в виду только юг, вот эта часть, которая, как бы, как говорят, часто знают, что хотят соединить ДНР с Крымом, делать этот наземный проход, вот там будет сопротивление? Будет сопротивление, да. Будет, да, да, да. Если мы пойдем туда, насколько сильно будет сопротивление со стороны местного населения? Потому что, я думаю, типа на Киев они боятся идти, потому что понятно, что в Киеве тут будет просто месиво для них, вообще, как бы, без вариантов. А вот там, я думаю, эти южные коридоры, эти южные варианты они просчитывают достаточно серьезно. Ну, просто 8 лет показали всем, что такое... Я вот, как раз, вот вспоминая это село 12 километров от России, и там вот мне же люди рассказывают, у нас же там семьи, мы дружим, и, знаешь, вот очень популярная риторика, война на всем, они своих детей на войну не отправляют. Ну, вот знаешь, когда критикуют и российскую власть, там, и украинскую власть, а я говорю, а так а вы хотели бы, например, чтобы ваше село было в составе России? Сразу же, мне прямо такие, что вы что, нет, 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 нет. Ну, вы же так дружелюбно относитесь, это, нет, 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 ну, то есть, этот миф, Советский Союз, ой, все вернется, как при Советском Союзе, а тогда же было так хорошо, все, а сейчас уже все увидели, что происходит на территориях, которые захватывают Россию, ничего хорошего там не происходит. Да, вот, новости сейчас читаем, Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР, это в Твиттере пишут сейчас, то есть, у нас проблема, конечно, что Лукашенко совершенно безумный человек, деньги ему, да, от России, да, остался, ну, и Песков сказал, что ситуация на границе становится все более взрывоопасной, в любой момент может произойти обострение. Вот о чем я тебе говорила, да, хотя сегодняшняя ситуация как раз создана совершенно очевидно и четко со стороны оккупированных территорий. Да, и еще одна интересная такая новость, то, что прямо сейчас в посольстве России в Киеве массово жгут документы. Ну, это, кстати, видео, непонятно, когда было сделано, сегодня или вчера, я вот уже читала разную информацию, но такое было, только я не могу сказать, когда точно. Ну, в любом случае, вот, либо вчера, либо сегодня зажгли документы, это, как бы, тоже, мне кажется, не очень хороший сигнал, значит, что к чему-то готовятся. Да. К чему-то готовятся. Ну, что ж, я думаю, на этом мы пока будем завершать, мы уже почти 40 минут с тобой разговариваем, думаю, будем продолжать каждый четверг, 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 будем делать такие обзоры небольшие внутриукраинских событий, надеюсь, вам было интересно. Кристина Бергинских, прошу любить и жаловать, меня зовут Иван Никарина, следующий четверг продолжим, надеюсь, что к этому моменту никакой войны не начнется. До прибыли с вами силы, пока-пока. Продолжение следует...